Всем привет, друзья! С вами Закупач и это щенячий патруль сюрприз микс. Набрал себе щенячий патрули практически все сезоны, которые смог найти в магазинах. Тут первый сезон, шестой, седьмой, седьмой. Это, по-моему, сюрприз бокс новый. Это вообще самый новый, который я только сейчас встретил. И киндеры. Будет интересное видео для всех фанатов щенячьего патруля. Давайте открывать, посмотрим, выпадут ли нам какие-нибудь там суперредкие. Итак, начнем, наверное, по старинке, с самых первых сезонов. Вот первый сезон щенячий патруль. Вот так выглядит вся коллекция. Конечно же, хотелось бы, чтобы выпал райдер, но не знаю, кто выпадет. Там в детском мире на них распродажены, эти игрушки там полно распродаж всяких интересных. И давайте посмотрим, кто же нам выпадет. Смотрите, это просто коробочка, в которой находится пакетик. Больше там ничего интересного нет. Отрываем. По-моему, здесь должно отрываться. Что-то красиво не отрывалось. И мы получаем... Вау, кто это? Зря я выкинул коробочку, надо будет почитать, кто это. И это у нас вот это Эверест. О, Эверест. Эверест, она же девочка или кто? По-моему, кто-то мне писал, что это девочка. Эверест. Вот такая красивая фигурочка. Выглядит прикольно, на ощупь тоже прикольно. И как раз-таки сегодня мы выясним, какой сезон был круче всех. Вот, Эверест. Первый сезон. Давайте сразу же. Шестой сезон. Это у нас щенячий патруль. Чаргет. Это супергерои, да? Щенячий патруль супергероя. Новый уровень. Так. Открываем. Просто коробочка и всё. Опять же, ничего нету интересного. Так. Как тебе открыть? Почему они не открываются так хорошо? Придется подрезать. Главное не порезать щенка. Так. И это... О май гад! Ничего себе, какая крутая фигурка! Мне кажется, эта заявочка на победу очень круто смотрится. У меня такой не было. Это, по-моему, флэш, да? У него суперскорость. У гонщика, по-моему, была суперскорость в мультике. Чейз. Да. Чейз. Это гонщик? По-моему, это гонщик. Да, это гонщик. Смотрите, какая крутая фигурка. Вау! Вот это пока что у меня прям первое место лидирует. Давайте сразу же посмотрим седьмой сезон. Очень интересно, кто нам выпадет в седьмом сезоне. Так. Так, вот так выглядят все. По-моему, это просто классический щенячий патруль седьмой сезон. А, не футболисты. Это щенячий патруль футболисты. Так. И кто нам тут выпадает? Можно, конечно, просветить пакетик. Они просвечиваются. Вау! Слушайте, фигурка мега крутая. Вообще, щенячий патруль меня удивляет. Реально годные игрушки. Я бы хотел на них поснимать обзоры. Если вы поддержите это видео лайком, будет много лайков, то мы купим и игрушки. Они стоят дорого. Но они, видите, щенячий патруль прям топчик. Это Sky. О, Sky футболист в розовом. Вот такая умеет летать. Так, ладно. Пришло время седьмого сезона. Седьмой сезон это щенячий патруль против динозавров. Это где они попали там в прошлое или как там. Динозавры, короче, почему-то появились в мультике. Я так и не понял, почему они появились. Я уже снимал на них отдельное видео. В правом верхнем углу оставлю ссылочки на свои видео про щенячий патруль. У меня была распаковка, по-моему, трех или четырех коробочек. Давайте я вам покажу свою коллекцию. Здесь у меня есть вот такой зелененький. Вот он, зелененький. С птеродактилем. Вот он, птеродактиль. Динозавры выпадают абсолютно рандомные. То есть щенки выпадают рандомно и динозавры рандомные. То есть не обязательно с этим щенком будет вот этот динозавр. Они будут быть разные и разные. А, и повторка у меня есть, да? То есть и повторка. Но динозавр другой. Видите, динозавр здесь другой. И на Авито. У меня же есть Авито-магазин, где я продаю свои игрушки после обзора. И у меня люди уже купили остальных щенков. Им до коллекции не хватало. То есть люди по одному покупают, чтобы была полная коллекция щенков себе. Итак, интересно, кто же нам выпадет здесь? И я уже вижу, что там что-то зеленое. Скорее всего, это повторка. Нет, пожалуйста, не повторка. А, нет, смотрите, это птеродактиль, только зеленый. У меня теперь есть два птеродактиля. Один зеленый, другой синий. Ха-ха, прикол. Так, и, по-моему, это Sky тоже. Да, и это Sky. У меня вроде как ее не было. Это, наверное, новенькая у меня фигурка. Выглядит очень круто. Смотрите, у него шлем под динозавра. Вообще красивая, симпатичная. Спинмастер молодцы. Щенячий патруль делает очень качественно, хорошо. Ничего я не искал. Что-то меня это Google подслушивает и выдает мне результаты поиска по запросу. Так, а я вам показал всю коллекцию, как она выглядит? Во, во как выглядит вся коллекция. Ну, почему-то они как-то... Ну, не хватает. Хотя прикольно, что фигурка с динозавром. Вот это приколдес. Вот за это лайк. Так, оставлю это вот так. А этих закрою. Все, это у меня дальше отправится в авито-магазин. Пускай они будут лучше в авито-магазине. Вот. Если хотите купить что-нибудь в авито-магазине у меня, то залетайте во вкладку сообщества. Там есть ссылка на авито-магазин. Да что такое? Не могу закрыть почему-то. Не закрывается. Ладно, потом разберусь. Так, теперь давайте смотреть на ластики. Ластики я тоже снимал с Щенячий патруль. Видео где-то на канале есть. Если найду, оставлю ссылочку. Вот так выглядит вся коллекция Щенячьих патрулей ластиков. У меня почти вся коллекция где-то лежит. Я почти всех собрал. И по-моему у меня такого не было. Вау! А кто это мне выпадает? Посмотрите-ка. Серия 1 Ластики Палс. Пузл Палс. Давай мы сейчас тебя откроем. Красотка или красавчик. Кто ты? Это какая-то лиса. А, это новый персонаж. Кстати, кто ходил в кино на Щенячий патруль? Видели там новый персонаж Такса? Кстати, как вам новый персонаж Такса в мультике, в кино как раз было? Слушайте, я не знаю кто это. А кто это? Так, у нее есть ошейничек. Вот такой ошейничек. Это ластики настоящие. То есть можно реально карандаши стирать и все такое. Так, а как она одевается? Не-не, вот так вперед. Слушайте, а я не знаю кто это. Это на Эверест не похоже. А что-то ты не одеваешься. Ну-ка давай. Одевайся. Ну, что-то как-то плохо крепится. Вау! Ну, выглядит шикарно. Просто няшечка. 2018 год. Спинмастер написано. Как давно это было? Слушайте, три года уже прошло. Ну, фигурка зачетная. Я рад. У меня такой не было точно. И я даже не знаю кто это. Это какой-то новый Щенячий патруль, наверное, он появился в каком-то очередном сезоне. Ну, опять же, выглядит хорошо. Хорошо, дорого, богато. Теперь давайте посмотрим на самый дешевый Щенячий патруль. Видите, я на него сел случайно и яичко высидел. Но я думал, что если сесть на него, то можно высидеть реально щенка из яйца. Но не получилось. Но зато помял его. Так, давайте откроем. Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Что это? Она растаяла, а потом снова, походу, это стаяла. О, мусор. Так, все это мы все выкинем. Так, это все отправится в мусор, не переживайте. Потому что она, ну, грязное яйцо, то есть оно там терлось где-то, его надо мыть. Так, и кто там припадет? Что за коллекция? Вау! А я-то думал, подписчики мне присылали вот этих щенков. Это как акция Звездные войны. Помните, там были такие неваляшки в магните Звездные войны? И это такие щенки. У меня есть почти вся коллекция их. Мне подписчики присылали в рубрику посылка от подписчиков. И это у нас щенок. По-моему, он у меня есть. Да, по-моему, мне ребята присылали его. Вот так выглядят вся коллекция. Это у нас Крепыш. Нам выпадает Крепыш. Игрушки-неваляшки. Собери всю коллекцию. А с другой стороны? А, с другой стороны просто кадры из мультика. Вау! Вау! Вот это я рад! Слушайте, вроде такое дешёвое яйцо, но прикольная игруха, реально. Ну-ка, неваляшка? Да, реально неваляшка. Её невозможно повалить. Давайте посмотрим китбокс теперь. Будет ли лучше китбокс? Китбокс был подороже. Дороже не значит лучше. Интересно, какая игрушка там будет. Так, где шоколад? По-моему, шоколад здесь. Шоколад открывать не будем. А игрушка, наверное, здесь просто по лекции. Так. Здесь у нас встречает ложечка, чтобы покушать китбокс. И сам наш рыцарь. Или кто это? Кто это такой? Ну-ка, кто это такой? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, игрушка по качеству вроде как норм. Это опять же гонщик, да? Вот такой синий, с ранцем. Выглядит симпатично. Да нормальная собака, слушайте. Верный пёс-шарик. Давайте посмотрим, кто здесь нам мог выпасть. И это... Слушайте, он в шлеме. Собери всю коллекцию игрушек. Это, наверное, какие-то брелки, да? То есть... А, это насадки на карандаш. То есть здесь могут попасться два вида игрушек. Насадки на карандаш, если вам не повезло. Но я считаю. Потому что мне повезло, и мне выпали фигурки. Да, мне выпал гонщик, 3D-игрушка. Вот так они выглядят все. Опять не везёт сегодня. Ребята, сегодня мой день. Сегодня точно нужно лайки ставить. Опять же, хорошая игрушка. Мне нравится. Мне будет тяжело даже рейтинг подводить. Очередная игруха. И это сюрприз-бокс. Щенячий патруль. Если хотите, на Озон могу заказать себе всю коллекцию щенячьего патруля. Ящик. И соберём всю коллекцию сюрприз-бокс. Я знаю, на моём канале народ нравится свитбоксы. Так. Тут у нас конфеты. А что за конфеты? Давайте заценим. Я обычно всегда показываю, что за конфеты. Слушайте, а что конфеты не открываются? Ну-ка. Так, на пильничек возьмём. Чуть-чуть-чуть подпилим. И что мы там видим? А, вот такие мармеладки. Ну, как обычно. Ничего интересного. Мне больше нравится пастила, когда выпадает. Так, фигурка достаточно большая. Посмотрите мои прошлые видео про сюрприз-боксы. Там было Леди Баг. И щенячий патруль я снимал целую коробку. Но вот этот сезон щенячий патруль я не снимал. Вау! Смотрите-ка, он подаёт лапку. Он подаёт лапку. У него даже есть наклейки. Так, вставляешь его вот так сюда. О! Слушай, это просто круто. У него даже хвости крутятся. Эти сюрп... Слушай, это круто. Круче, чем у которой я сюрприз-боксы снимал щенячий патруль. Очень качественно, хорошо сделано. А вот эта штука, это что такое? Так вот клеить надо. Видите наклейки? Это гонщик на него клеится, что ли? Ему на грудь или куда? 2019 год. Спинмастерс и сюрприз-бокс написаны. Вот такие наклейки. Давайте-ка почитаем, как это должно выглядеть. Ага! По бокам на ранец они клеятся. Так, ну я это всё сделаю. Щенячий патруль. Команда отважных щенков-спасателей, готовых прийти на помощь по первому зову. Даже самая сложная миссия им нипочём. Собери команду храбрых щенков, только вместе они преодолеют все препятствия. Вау! Ну тут нету человека. Человек. А куда пропал человек? Раз, два, три... Так, здесь шесть щенков, сейчас их уже больше. Гонщик. Щенок немецкой овчарки-полицейский. На значке у него звёздочка, лидер команды щенков. Очень игривый, но к выполнению задания относится со всей серьёзностью. В рюкзаке у него тросы для перемещения по воздуху. Шлем оснащён рацией. Девиз смело за дело! Гонщик, вперёд! Так, найди больше информации в группе. Ага, то есть мы должны наклеить наклейки. Ну давайте я наклею наклейки. Всё, наклеил я наклейки ему на рюкзак. Вот здесь, вот здесь. Ну, кривовасто наклеил, хотя я так и не понял. Возможно, вот эту наклейку надо было наверх куда-то клеить ему. Ну, не, всё равно очень круто. Это одна из лучших коллекций Sweetbox, которых я только видел. Всем советую, если вы видите, покупайте смело. Именно вот этот сезон. У меня первый щенок. Вау! Он в очках вот таких. Прям хочется ему очки снять. По-моему, их можно снять. Да, их даже можно снять. Они двигаются как будто бы. Круто! И остаётся у нас последняя фигурка. Самая дорогая. Самая дорогая. Это щенячий патруль муви. Это как раз таки из мультика, что ли, из последнего. Или из предпоследнего, прошлого. Потому что это щенячий патруль. Это же... Ну, таксы тут нету. Так что, скорее всего, это тот мультик прошедших годов. Почему мне не выпадает райдер? Где райдер? Что это? Ничего себе! Ничего себе! Вот это моё почтение! Вьетнам! Сделано во Вьетнаме. Это даже не Китай. Ай, смотрите, это башня щенков, где они встречаются с мистером Зло, чтобы обсудить план по захвату мира. Открываем. Да, тут вы явно не поймёте, что внутри упаковки. Вот эта башенка, я её оставлю, это так же круто, как и динозавры. То есть, видите, у динозавров машинка делается, а тут вот такая штуковина. Так. И открываем. Фигурка, по-моему, крупнее остальных. Ну, на вес так, на вес. О, и это крепыш! Слушайте, он тут какой-то взрослый. Это крепыш-подросток. Он выглядит совершенно по-другому. У него такой огромный рюкзак сзади. Фигурка просто зачёт. Но, опять же, она другая. То есть, посмотрите, какой крепыш был раньше. И какой сейчас. Видите разницу? Такой маленький крепыш. А это уже большой. Это папа, а это сыночек. Ну, вот этот прям так выглядит взрослый. Но зато здесь есть башня прикольная. Но динозавры всё равно прикольные, потому что там динозавр. Ладно, давайте выставлять первые места. Какие фигурки мне сегодня понравились больше всего. Первое место. Это всё-таки щенячий патруль с динозаврами. Потому что приколюха то, что динозавр. То есть, две фигурки в одной. Это очень круто. Второе место отдам свитбоксу. Потому что очень крутая фигурка. Третье место отдам супергерою. Четвёртое место футболистам. Хоть я и не особо люблю футбол. Пятое место палзу вот этому ластику. Шестое место вот этому крепышу. Седьмое место, наверное, всё-таки это Эверест. Потом вот эта неваляшка. И в конце, в последнем месте, вот эта фигурка. Вот такой ему рейтинг. Пишите в комментариях, какая фигурка вам сегодня понравилась больше всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Всем пока, до новых встреч. Райдер зовёт! На помощь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова